Сегодня аншлаг, шепчутся парламентарии. И действительно, на это заседание Совета Краевого Заксобрания пришли едва ли не все, кто может влиять на местные тарифы на тепло. В прошлом году компания ТГК-14 поднимала тариф на 35% для бюджетных и прочих потребителей. Решение о повышении тарифов на 35%, на наш взгляд, оно было принято в нарушении тарифного законодательства, бюджетного, антимонопольного законодательства. По требованию губернатора, организация снизила рост тарифа до 7,1%. Но и до снижения и после у компании все цифры оказались экономически обоснованы. Делаем один раз приказ РСТ – 35%. Делаем второй раз через полгода приказ РСТ, значит, тоже все экономически обосновано – 7%. Как это возможно? Ну как? Что за чудеса? Было уже озвучено, да, у нас федеральная антимонопольная служба была отменена, наш приказ. Вместе с тем затраты никуда не делись. Не делись, а распределились на последующие годы, говорит Батуева. А взялись затраты оттуда, что раньше субсидии давал бюджет, сейчас в бюджете денег нет. И назвали эту разницу красиво – выпадающие доходы. То есть это та дельта, которую недособирает организация по установленным тарифам, региональных служб по тарифам. От той величины, которая признана экономически обоснованной и необходимой для оказания соответствующей услуги. Эта организация прибыльна, глубоко, мощно прибыльна. Какие еще выпадающие доходы? Любой экономический субъект, имеющий серьезную прибыль, никаких доходов еще выпадающих не ведет речь. Мы не говорим, что мы закладываем какую-то прибыль. Сегодня прибыль вообще разрешается только предусматривать на реализацию инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке. А прибыль, отражаемая в бухгалтерской отчетности, она формируется, исходя из осуществления всех видов деятельности. А мы регулируем только один. Понимаем так. Какой бы громадной ни была прибыль ТГК-14 в других видах деятельности, Минтер контролирует только теплоснабжение. А тут у компании доходы, как ни крути, выпадают. Кстати, рост тарифа снизила только ТГК-14, а в крае около 400 теплоснабжающих организаций, которых ограничительные меры не коснулись. У них и не у всех, 35 сразу поднялось, но тем не менее, такой показатель тоже по краю прошел. Сейчас разбираются, выясняют. И, наверное, там поправки тоже будут какие-то, потому что для районов тоже неподъемные. Кто-то разбирается, будут какие-то поправки, может быть, по-видимому, не исключено. Наталья Оршинская, Валерий Широков, ЗАПТ-ТВ.